ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России создают информационную систему, которая позволяет любому желающему узнать о том, как расходуются деньги на ремонт и строительство дорог. Официально ресурс называется Система контроля дорожных фондов. Он запущен в тестовом режиме. Кроме того, обратившись к системе, автовладельцы получат информацию о текущем состоянии той или иной трассы, введенных ограничениях и так далее. Для владельцев дорог за непредоставление данных предусмотрят штрафы. ТРАССА 101 Некоторые официальные дилеры Тойота в России начали принимать заказы на новые кроссоверы RAV4 2022 года выпуска. Машины будут завозиться к нам из Китая. Собственно, там они и изготовлены. Ориентировочный стартовый ценник – 3,5 миллиона рублей. Автомобили оснащены двухлитровыми бензиновыми моторами мощностью 170 лошадей. Трансмиссия – вариатор. ТРАССА 101 Почти 50% россиян откажутся от покупки понравившегося авто с пробегом, если узнают, что он участвовал в ДТП. Опрос провела одна из ведущих страховых компаний. Почти для 30% респондентов факт участия в аварии не является критичным, лишь бы не более одной. Каждый пятый опрошенный заявил, что число ДТП неважно. Главное – текущее состояние машины. Интересно, что аварийная история отпугивает чаще всего представительниц прекрасного пола, а также мужчин и женщин старше 45 лет. ТРАССА 101 Стремящимся к экономии автовладельцам специалисты не советуют использовать такую фишку, как переход с более дорогого топлива на менее дорогое, например, с 95-го на 92-й бензин. По словам экспертов, рано или поздно это убьет двигатель, ведь элементы мотора и, главным образом, кривошипно-шатунный механизм рассчитаны на горючее с октановым числом, которое рекомендует производитель. Соответственно, повышать это число тоже крайне нежелательно. ТРАССА 101 А в Саратове судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Solaris, на котором висит почти 34 тысячи штрафов ГИБДД на общую сумму 90 миллионов рублей. Машина зарегистрирована на компанию, которая занималась сдачей автоваренду. За какой период удалось накопить такое огромное количество взысканий, не уточняется. Иномарку собирается продать в счет погашения долга. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101